привет друзья постоянные мои зрители знают что я часто что-то точу или полирую на своем самодельном токарном станке что приводит само собой к большому количеству пыли эта проблема побудила меня сделать такой вот станок который сведет выделение пыли к минимуму к тому же постоянно доставать токарный станок для того чтобы что-то отполировать или сточить мне не совсем удобно за основу я возьму фанеру 35 на 30 сантиметров для того чтобы просверлить ровные отверстия без специального станка заготовку нужно закрепить так чтобы проделываемые отверстия было параллельно столу для начала необходимо делать отверстия сверлом меньшего размера а после рассверлить до необходимого сверление производится на моих оборотах с постоянным контролем для того чтобы избежать сколов лучше сделать отверстия с двух сторон и Продолжение следует... Продолжение следует... ДЛП имеет две неодинаковые стороны. Для того, чтобы остатки пыли при окончании работы можно было с легкостью удалить поверхности защитного кожуха, рекомендую располагать вовнутрь кожуха гладкую поверхность. Для подсоединения шланга пылесоса к кожуху я использую переходник, сделанный из пластиковой трубы. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот для каких целей используется такое самодельное шило. Это быстрое проделывание небольших отверстий в дереве, пластике или резине. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот что у меня в результате получилось Ну а на сегодня все друзья Лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!